Девушки отдыхают Сегодня у нас жених и три невесты. Певица, обожающая кошек Анна, королева блюза с кандидатской степенью Виктория и актриса, убежденная феминистка Екатерина. А жених у нас Алик. Давайте посмотрим. Алик, 38 лет. Первые отношения разрушила неопытность, вторые слухи, а третьи с испанской баронессой и его происхождение. Алик Каскадер – вице-президент Российской Федерации по рукопашному бою. Был актером в Голливуде, тараодором в Испании, активно помогает сиротам и мечтает снять детское кино. Алик не потерпит в своем доме феминистских настроений, разговоров о калориях и постоянных скандалов. Женщине, способной хорошо приготовить отбивную, обещает любовь и счастье до конца своих дней. Давайте встретим Алика. Мы ждем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Мои почтения. Спасибо. Здравствуйте. Он как-то посимпатичнее выглядит. Заток Аскадер. Брутальный мужчина такой. Очень брутальный. С кем вы пришли? Я пришел с Татьяной. И с Александром. Очень приятно. Это мой младшенький, это средненькая. Кто? Дети, что ли? Естественно. Ну, для Алика все дети он так воспринимает в действительности. Для каскадера, для постановочек трюков, артисты всегда дети, понимаешь? Сегодня день кино, профессиональный праздник. Спасибо, поздравили, поздравили. Спасибо. Я знаю, как актерам, людям публичным тяжело себе найти пару. Вы же были женаты уже? Бывал, да. Я думаю, через это все настоящие мужчины должны хватить. А мальчик, девочка у вас? У меня есть и мальчики, и есть и девочки. Так сколько у вас детей? Нечетное количество. Кровных? Кровных. Ну, он породу улучшает везде, правда? Значит, девочка замечательная, девочка Аня и два мальчика. То есть дочке 14 лет и два сына. А сыновьям сколько? Ну, практически на год старше. На год на два. Вы общаетесь? Общаемся с дочкой, и с мальчишками, да? Да, да. Детей, значит, любят. Поэтому ему нужно своих дать как можно быстрее, как можно больше. Вот у вас был роман с баронессой. Я работал какое-то время с границей. То есть приходил кем спортсменам в то время пришлось работать? Всем тем, чтобы, ну, только чтобы заработать. Естественно, я был, можно сказать, начинал как Тореадор, там, начинал как что-то на лошадях, потому что с лошадьми у меня связана работа. И в дальнейшем вот где-то вот на каких-то мероприятиях конных мы познакомились с баронессой, которая очень даже замечательно сидела на лошади. Естественно, она где-то как бы неизначай падает, я ей помог, подсадил. Потом мы поскакали. То есть у нас прошел еще такой хороший, красивый роман. Но так как у нее родители были, естественно, одной из таких, знаете, великих семей Испании, и какой-то парень из далекой России, которого ни кола, ни двора, даже отчества нет в паспорте, это смешно даже, но это правда, реально. Естественно, ты не нужен. Ты нужен был для определенных целей. Но когда вопрос именно к свадьбе подходил, к конкретно уже задачи... А вы прям сделали предложение, да? Да, 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 да. Я ей коня подарил. Но по любви не может ни король жениться, ни королева. Да, да, к сожалению, увы. Долго переживали? Ну, естественно, да, переживал какое-то время. Потом пошли сплошные потоки, интернациональные такие отношения. Со всеми... Ну, в общем-то, мне это нравилось. Ну, стали вас из рук в руки передавать? Из рук в руки. Красивый парень из России. Я не знаю, лошадь на лошади. Ну, в общем-то, не важно. Важно, что, естественно, да. То есть я искал ту единственную, с которой хотелось бы не просто переспать, не просто там какие-то короткие отношения. Нет, мне хотелось конкретно долгие, конкретно теплые, там, посидеть на берегу моря практически до конца жизни, как говорят. Алик, вам всего 38 лет, у вас есть дети, были с женой. Жизнь сейчас такая, можно расслабиться, пожить в свое удовольствие. Сейчас многое возможно. Может быть, не обязательно жениться-то? Я подумаю над вашим предложением. Нет, это как вопрос. Как вопрос. А я как ответ хотел. Ну, на самом деле, надо посмотреть. Может, что-то в вашей замечательной программе... А давайте тогда сейчас пофантазируем, какая она должна быть? Ну, она должна быть необыкновенна, она должна отличаться и творчески подходить. Не просто мещанка сидящая дома, ковыряющая в кастрюле, я покажу тебе звезду. А чтобы она расценивала, то есть я оценивала мой творческий потенциал, духовность, духовность. Потому что физически мы и так, как бы, достаточно, я думаю, развиты физически. Должна быть духовность, то есть не хлебом единым. В этом плане он как раз найдет тебе вот хорошую партию. Да? Я думаю, да. А вы хотите такую традиционную, обычную семью, да? Традиционную, с недрадиционными обязательствами. А с какими тогда? Вот озвучьте, пожалуйста. Хорошо бы на берегу. Ну, во-первых, на самом деле хочется, чтобы прийти домой, что-то тебе приготовили. Я знаю, что вы такой гурман, и для вас немаловажно, да, чтобы женщина хорошо готовила? Ну, я не привереден, но, естественно, должна быть мужская еда. Мясо, естественно. Вы же физически еще много очень тратите энергии. Ну, да, я же все-таки актер трюкового жанра, и мне необходим этот белок. И работа у нас экстремальная, за это пища должна быть тоже волшебна. Вот что вам в женщинах противно? Вот даже не будете рассматривать историю, допустим. Противно сварливость, вот это дергание, хватание на выходе, типа, хватит сидеть дома, нежелание понимать мужчин. Это не есть хорошо. То есть, естественно, у женщины должно быть все истинно женское, все истинно такое, знаете, чтобы посмотрел и захотел руками ее взять, поднять и к себе, естественно, прижать. Вот, знаете, я поняла. Мне как-то... А вот, может быть, еще сваты ваши что-то хотят добавить, да? Сватуха, Танюша, скажи. Мне кажется, что Алик, несмотря на свою силу такую и брутальную внешность, ему нужна женщина еще более сильная внутренняя, да, такая женственная, но более сильная, которая бы взяла его, так сказать. Хозяйка нужна. Да. А вы что добавите? Русский богатырь Илья Муромец. Саша? Мне кажется, еще Алик, ну, такой открытый, душевный человек, ему нужен человек, который его будет понимать, с одной стороны, с другой стороны, это что-то вроде боевой подруги, потому что график жизни не такой, достаточно сложный. Может быть, и творческие человека, они где-то смогут перемещаться вместе, но это, конечно, в идеале, в жизни навряд ли такое получится. Хорошо, Роза, Василиса. Вы мужчина-воин, поэтому вам нужна жена, конечно, не просто хозяйственная, а такая, чтобы дом построила, сад посадила и сына вырастила сама, потому что вы все время где-то будете кочевать. И чтобы ваш образ мужчины был больше образом, и она его больше любила, чем ваше личное присутствие. Вот такая вот сублимация, да. Я считаю, что вам нужна женщина, которая будет статусно выше вас, звездея, и при появлении вот вашей пары, чтобы у всех, конечно, челюсть падала до земли. У всех челюсть упадет при встрече вашей. Он упадет, у меня сейчас увидит, он не знает, что это я. Да. Но я все время за кулисами на концертах намекала глазами. Да. Что, дорогой мой, все может быть. Вам действительно нужна женщина яркая, вы на них ориентируетесь. Но есть существенное но. В вашей жизни сейчас энергетически нет места для такой женщины. Я думаю, что поэтому вы не женаты. Вы сами заполняете собой пространство, и такая женщина, она тоже будет требовать вот некого места для себя. Поэтому вам непросто. Я думаю, что и женщинам сложно с вами, потому что им сложно зацепить вас. Вот у нас сегодня классическая карточная ситуация. Татьяна у нас дама пик. А это, в общем, символ такой рассудочной женщины, очень умной и рассудительной. Я надеюсь, что она такой будет. Ваш друг Александр внешне похож на классического тоже в русских картах короля червей. Человека исполненного чувств. А вы классический валет-бубен, который считался всегда прохиндеем. Не всегда честным, не всегда открытым человеком. Вот мне очень хочется надеяться, что мы сегодня даму-бубен вашу найдем все-таки. Алик, идите и познакомьтесь с первой невестой. Ну, я уже волнуюсь. Сейчас медитация. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Алик. Меня зовут Анна. Как? Анна. Я плохо слышу и плохо вижу. Анна. Анна. Ой. Очень приятно познакомиться. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Кто эти очаровательные барышни? Я пришла с твоими подругами. Это Анна и Мария. Очень приятно. Давайте посмотрим на экран, узнаем вас получше. Анна, 34 года. Поет в государственном академическом хоре. Обожает трех своих кошек. Мечтает сделать кого-нибудь счастливым. Возлюбленный Анны был недоволен, что она все время пропадала на работе и не уделяла ему времени. А она не собиралась становиться у плиты. Надеется, что Алик не сделает из нее домохозяйку. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, Анна, 34 года уже, конечно, нужно поторопиться, правда? Да, я тоже так думаю. Ну, Анечка, все понимаем, замуж пора, но не в этот раз. Уже жених арендован. Ань, я вот не буду задавать вам традиционный набор вопросов, чтобы вас рассказать. Смотрите, сидит перед вами такой Алик. Павлин. Да. Красивый. Видите, как хвост пушит. Какой павлин-мальвин? Ты что, Маша? Смотрите, как он нравится женщинам. И всегда будет пытаться изо всех сил нравиться. Ну да. Не умрете от ревности? А еще гастроли, съемки, а там какая-то неизвестная жизнь для вас таинственная. Ну, я вот как, насколько я себя знаю, я человек неревнивый. Я, потому что если с человеком строить отношения, они строятся на доверии. Если нет доверия, то о чем можно говорить? А вы кошатница, да? Да. А вы как кошка в доме вообще к животине? Ну так получилось, а не то, что кошатница, а просто... А что ж мы мужиков не коллекционировали, а коша? Да, может, лошади где-нибудь рядом у вас найдется. Мужные лошади. Да. А как у нас с обивными вообще в наличии навык жарится? А что у вас в холодильнике? Смотри, у нас уже про холодильник интересуется. Вот видишь, у нас на домовитое, да. Надо было с пельменями приходить. Мясо нужно, в чем душа держится. Кошачья еда, да? Нет. Кошачья еда, это само собой, а так вообще мясо, мясо, без мяса я не могу. Мясо это все. Мясо это все, да? Это все. Это вот видите, у меня младший братичек, видите, какой, да, ему надо мясо. А при чем здесь он? У меня же друзья, у меня как естественно, я не могу, я же не один. Послушайте, посмотрите, актер, каскадер, посиделки после съемок, к кому поехать? Анька хорошо готовит, давайте к нам. И так до утра, а вам утром вставать на работу. А еще нужно домопорядок навести. Вика, я думаю, ты таких братьев целую роту можешь покормить, накормить, и они будут довольны. Что в качестве приданного даете? Я? Да. У тебя с безоблачным прошлым. За драгоценность такая. А мотоцикл любимому? Ну, заработаем, мотоцикл подаем. А что, Валик, за приданное рост? Да, да, да. Ну, извините, мы берем невесту, правда, вообще за бесплатно. Да, 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 у нас на востоке, извините, у нас на востоке. Это безоблачное прошлое. А я думаю, стоит вам показать сюрприз, который вы приготовили для Арики, покорите его сердце. Пожалуйста, проходите. Ну, смотри, как побежал, смотри, как побежал. Он побежал, потому что он должен. Ну, смотри, смотри, у нас сюрприз, сюрприз, видишь, он прям, да, висишь, стрепенулся. Я приготовила сюрприз, но для этого мне нужна помощь моих подруг. Ну что ж, приглашайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы, девчонки, вы какие-то совершенно фантастические. Ну, сможем, когда тет-а-тет останешься, вот что делать надо, да? Хор не вызовешь, да? Только дуэт, только дуэт. Хочу пожелать вам удачного выбора, чтобы жизнь была всегда разнообразна и наполнена, как эта корзина. О, боже, боже. Спасибо, девчонки, у вас вот такая подруга, идите в комнату, спасибо вам. Спасибо вам, девочки, низкий мой поклон вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы звезды. Да? Мы зажгли. Александр и Татьяна, как вам девушка? Девушка замечательная. И с безоблачным прошлым это тоже... На сегодняшний день. Так, ну вот уже плюс один балл. Не знаю, конечно, мы должны защищать нашего замечательного жениха, но Алик, мне кажется, сложноват. Вот ей... Не потянет, конечно. Ей нужен именно мужчина, который бы вот ее... Тихо, спокойно. Если бы нужна женщина, которая бы его обволакивала, то Анечке тоже нужен мужчина, который бы ее обволакивала. Естественно, я впервые сталкиваюсь, вот мне кажется, более нелепой пары бы в природе не существовало. Кто еще кого не потянет? Посмотрите. Вы что скажете? Ну, я хочу сказать, что Аня такой очень душевный человек, и она действительно созрела к каким-то серьезным отношениям. Вот она бы вам скорее подошла. Ну, возможно. Алик? Ну, я думаю, она не столь простая, как кажется. Судя по ее интересным, например, наколочкам, татуировкам, то есть, естественно, показывает, что не все так в доме спокойно, и три кошечки немножечко очень сложно. Если бы были либо лошади, верблюды, бараны и так далее, это было понятно. Ну, непонятно, на самом деле, что ему нужно. Ему, с одной стороны, нужно, чтобы там и дом был у него в порядке, то есть... И личное пространство. И личное пространство. Василиса. Да замечательная, очень непростая, очень сложно устроенная, совершенно не такая домашняя. Тихо, и я уверена, что как раз... Ей нужен такой мужчина, как вы. Павлин, эгоцентрик, самовлюбленный, нарцисс, я бы даже сказала. И она на таких именно всегда и ориентировалась, в общем. Другое дело, что она поверхностно и, на мой взгляд, глубоким чувствам не способна. К переживаниям способна, а вот глубоким чувствам нет. Да. Видишь, что она сказала? Ха-ха-ха-ха. Сказала, как отрезала, что все. И все ей должны померить. Ну, так нельзя. Новая встреча через несколько минут. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. И оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Алик. Идите знакомьтесь со второй невестой. Иду. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, голубь. Ой, прирубиться. Здравствуй, дорогой мой. Пожалуйста, проходите. Здравствуй. Проходи. Спасибо. Я сейчас знаю, вот звездит. Вика, дорогая. Ну, она его просто снесет сейчас своей энергетикой. Вика, дорогая, здравствуйте. Здравствуйте. Безумно рад тебя видеть. Спасибо, Лариса. Вы такая очаровательная, как всегда. Самая женственно ведущая на нашем телеканале. Давайте посмотрим на экран и побольше о тебе узнаем. Виктория. 31 год. Российская королева блюза. Режиссер-постановщик шоу-программ. Хозяйка мастерской женской одежды. Защитила степень по искусствоведению. Все возлюбленные Виктории использовали ее талант, связи и деньги, а в ответ платили неуважением и унижением. С Аликом знакомы давно, но замуж за него готова выйти только после заключения брачного контракта. Ну-ка, поясни. Причем здесь брачный контракт? Все дело в том, что брачный контракт – это моя установка вообще по жизни. Потому что огромный опыт и прошлого советской действительности, да, прошлой и сегодняшняя жизнь, она показывает, что между людьми разные отношения бывают. И у людей шоу-бизнеса они наиболее неустойчивы, потому что мы люди эмоциональные. И контракт мне нужен скорее защитить права будущих детей. Потому что мой контракт очень специфический. Он защищает именно сторону не нашу между мужем и женой, а сторону детскую. Когда дети появятся на свет, мы оба как родители по контракту должны будем до совершеннолетия детей вкладывать определенные инвестиции в ребенка. Я думаю, ты прям себе бальзам на душу. Да, слушала бы, слушала бы. А как пропишите, какое количество времени будете с детьми? Это оговаривается индивидуально в зависимости от графиков людей, потому что наши профессии, они очень похожи. Мы оба артисты, оба коллеги. То пусто, то густо. То пусто, то густо. Ездим на гастролях много. В этом есть некий рационализм. Я девушка, давно не летающая в облаках. Молодец. Очень хорошо взвешиваю отношения всех сторон. Она вот смотри, вот она прям харизматичная женщина, яркая. Вот она, да. Красавица, да, яркая. Она, да. А вы не боитесь, что обидит мужа это? Я на самом деле для себя ничего не прошу. Я прошу в момент нашего... А я уже, ну, так неоднозначно планирую делать детей. Тут ты говоришь. Я еще не была замужем, да. Девушка на выданье. Ой. Вот. И учитывая эту ситуацию, я хотела бы, чтобы все было просто у моих детей. Это нормально. Матери о них заботятся. Согласен? Да. Абсолютно согласен. Девушка, скажи, кто ты с видом будет заниматься? У меня в планах заниматься с детьми самой. Мне хотелось бы, чтобы мой сильный мужчина позаботился о нас с малышом в первые хотя бы два года, чтобы я восстановилась. После двух лет, я уверена, что это придуманная проблема. Ребеночек всегда можно с собой взять. Хорошо. Вика, в семье все равно не может быть два лидера. Есть мужчина, есть женщина, есть чисто женские обязательства, есть мужские. В актерских, конечно, все перемешано. У нас все. Женщина больше, чем женщина, мужчина меньше, чем мужчина, да? Да. А в твоей семье вот как бы ты хотела? Я бы, конечно, хотела от коллеги получить равноправие. Нет, коллеги, от мужа. Я имела в виду, что он муж, но он и не в последнюю очередь мой коллега. Ему понятны более мои проблемы, потому что он сам ходит по тем же рельсам. У него также и контракты, и гастроли. И я буду понимать его отъезда, он будет понимать мои отъезды. Я думала, что вот эта дружеская ситуация, обсудить вместе все бытовые проблемы... А чего не простишь? Я не прощу вранья. По мне лучше горькая, но правда. Потому что я к ней на 100% готова. Если он... Вот я бы смотрела программу, я бы решила, что она выбирает, а не он. Виктория, а с чем связано ваше стремление найти мужчину из близкой профессии? А почему он не взять простого мужчину, который будет боготворить, смотреть на вас просто как на, не знаю, богини, и с детьми вашими будет сидеть? Надеюсь, с ним познакомиться с простым. На котором гастроли – это вообще нечто... Например, какой-нибудь записной хирург. Механик, да, с завода. Меня бы устроил хирург, на самом деле. Тогда пошли отсюда. Он не хирург. Ребяточки, дело все в том, что люди могут быть разных профессий, но творческая профессия – это особенный психотип людей. У нас работает все по-другому. Мы живем только вдохновлением. И это может быть только... Его может дать только творческо настроена единица, понимаете? То есть вы хотите зону комфорта улучшить только добавлением туда творческого... Люди, отношения, семейность строятся только на общности интересов. Как только их нету, такие браки распадаются в пух и вправо. Действительно. В этом она права, кстати, да. Викочка, а может быть ты покажешь все то, что приготовила для Алика? Конечно. Пойдемте. Я наведу в доме порядок. Ну еще раз. Сомневался. Все дело в том, что по русской традиции надо что, сначала мужчину? Окрутить, напоить. И, собственно говоря, не то, чтобы споить, а угостить. Олег, и в первую очередь я хотела с тобой выпить на Бродерша. Это настоящее? Это водочка. Очень вкусная. Вот тебе огурчик. Пожалуйста. Так, никто не видит. Дорогой мой, считай, что первое свидание. Скажи, пожалуйста, огурчики сама солила, честно? Да, малосольные огурчики. Давайте вперед. А, вы на Бродерша? Не обязательно. Я просто думала, что он это самое... Вы знаете, она... Вежда поцеловаться. Ну, за здоровье. Привет за нас. За нас и за программу. Какая радость. Ну, хорошо. Давай огурчик выбери самый большой. Да. Да, большой. А я самый маленький. Там вода. По-любому. Алик, ты поняла? По запаху. Еще не поженились, но целоваться полез. У меня на случай... Понимаешь, я хотела показать тебе сковородку. Это символ семейного очага. Это защитник. И вот ты должен видеть эту сковородку. Я могу, собственно говоря... Защитить меня от врагов. Защитить и воспитать тоже. Знаешь, вот так вот. Это аккуратнее. Аккуратнее. Да. Да, держи. Ну, так я думаю, что... Эта сковородка мой младший братик сделает... Знаешь, что из него? Гораздо удобнее предмет. Чем ты думаешь? Держи, Саша. Ты всегда с собой братика берешь? Ну-ка. Ну, не дядьку-кузнеца. Чтобы у вас, да, это самое. Можно было удобнее нести домой. Меня в качестве упаковщика всегда приглашают. Выпить хочешь? Не-не-не-не. Саша, покажи. Аплодисментами встречаем моего бладшенького. Смотрите, какой силач. Обалдеть. Супер. Обалдеть. Ой, давай, Санек, покажи. Обалдеть. Пасовьте, я не верю. У меня, наверное, она... Галлюцинация какая-то. Что вы. Вот так тебя можно. Александр Муромский. Получилась скалка, да? Поворачивайся, будет теперь удобно. Я же потом это, останусь так, в движении. Надо остановить. Игас поешь? А как же? Как говорится, хлебу и зрелищ, да? А вы еще петь можете? Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Спасибо, Вика. Идите. Друзья, Лех, на абортаж. Я думаю, все. Все? Дело сделано. Дело сделано. Все, да? Других волянов не может быть. Вика, ты просто... Других волянов не может быть. Александр и Татьяна, что вы скажете? Алекс стал послушным котенком в руках этой безумно роскошной женщины. Знаешь, какие дети у них могли бы быть, да? Это просто... Слов нет. Азиатские россияне. То есть, однозначно, это та женщина, которую я себе представляю рядом с Аликом. Я не знаю, представляю ли я Алика рядом с этой женщиной, но... Да, Мроза. Ну, губки-то вы себе тут раскатали. Да, Роза. Но Виктория, это, конечно, Примадонна, и она принадлежит народу. И ни один мужчина не сможет конкурировать с популярностью, с любовью народа. Да, ну, вы видели сковородку, да? Поэтому не выдержите вы. Детишек нарожайте, пускай они будут похожи там на вас и так далее, но она никогда не будет ваша. Понимаете? С ума сойдете. Вы видели, говорит, сковородку? Да, номер сковородка это удался, конечно. Да? Потрясающий номер. Ну, Алик, она вас или убьет, или просто закатает. Да, долюбит, долюбит, перелюбит. Ну, вы знаете, я скажу больше. Или залюбит. А ему это и не хватает. Василиса. Мне очень понравилась она. Причем я понимаю, что все вот эти вот мысли по поводу контракта брачного, это абсолютно наносное. Вот эта попытка оказаться рассудочной, нет. Лариса, я в этом уверена. Она настолько включается в чувства, она понимает, что лучше сказать о своих требованиях заранее. Потому что когда она потом в процессе эмоций... Нет, она так тяжело жила. Да, и мы-то знаем, что такое густое, но мы еще лучше знаем, что такое пустое. Поэтому, как бы Вика не влюблялась, конечно, она будет голову включать прежде всего. Она взрослая девушка, ей 31 год. Она хочет иметь детей, она хочет, чтобы у детей все было, слава богу. Впереди у нас третья невеста и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю вам, Алик, встретиться с третьей невестой. Пожалуйста, проходите. С удовольствием. Здравствуйте. Ваша экзотическая красота поразила меня в самое сердце. Ну что вы, ну что вы. Я перекрашена просто россиянами. Спасибо. Спасибо. Блондиночка, рыжая и брунетка. Наша троица восхищается вашей, поэтому принесли для вас специально цветочки. Боже мой, как это мило. Катенька, спасибо вам огромное. Ой, какая прелесть. Вы так переживали. Ой, а запах как разочный. Понравится ли вам. Давайте посмотрим на экран. Екатерина, 37 лет. Режиссер массовых представлений, актриса. Приехав в Москву из глубинки, стала успешной и обеспеченной женщиной. Гордится, что всего добилась без помощи щедрых поклонников. Екатерина никого и никогда не пускала на свою территорию и в свою душу. И бросала мужчин, как только они ей надоедали. Надеется, что Алик сможет растопить ее сердце. Катерина, чем же вас так разочаровывали мужчины? Вы знаете, я не могу сказать, что они меня разочаровывали. Ни один роман свадьбы не заканчивался? Нет. Ко чего? Ну, так случилось, что я как человек целеустремленный. Для меня изначально, поскольку я из провинции, для меня изначально была задача завоевать, раскрутиться и чем-то стать. Потому что всегда тяготила такая возможность стать зависимой от кого-то и впоследствии исполнять любые желания. И сколько лет назад вы сюда приехали? 16 лет уже. Вот на тебя он смотрел, просто, конечно, не отрывался. Да ты что? Да. Он здесь тоже не отрывается, но другими глазами не отрывается. И вы гордитесь тем, что без помощи покровителей добились? Абсолютно без помощи покровителей, без денег, без всего. В общем-то, я считаю, что я кое-чего добилась. А что теперь у нас есть? Квартира? Теперь у меня есть все. Квартира, дача, машина. Но у меня есть все. У меня есть своя фирма. То есть я теперь, в принципе, самодостаточная девушка. А теперь мне просто хочется быть женщиной, опекаемой, нежной и ранимой. Я поняла, что ему надо. Ему нужна она, потому что у него есть машина и квартира. Расскажите о самых своих длительных, о самых ярких отношениях. У меня нет штампа в паспорте, никогда его не было. И такого длительного проживания семейного. То есть само понятие семейной жизни. Я как бы в полной мере, я не знаю, что это такое. Да, гостевые браки, как это сейчас модно на Западе, они, естественно, были. Но это были именно гостевые браки. Их было немного. Катя, вот вы сказали гостевой брак. Кто к кому ходил чаще в гости? Я. С разным мужчином. То есть вы у них были. Да, я всегда была в гости. Я это прекрасно понимаю, да, потому что понимаю, что вы на свою территорию не очень-то любите пускать. Вот сейчас готовы мужчину пустить на свою территорию и создать что-то вот какое-то общее? Вот сейчас для меня... Алик. Алик большой ребенок. А что, Екатерина не любит делиться? Нет. Нет, это очень... Да, это не делешь. Дело в том, что она воспринимает вторжение на свою территорию очень-очень болезненно. Я думаю, что у вас и подруги нечасто в гостях бывают. Мы встречаемся в ресторане. В кафе, в ресторане. Мой дом, это моя крепость, моя уютная норка, где я... А зачем вам мужчин тогда нужны? Мужчинам нужны. Пусть себе он там и живет на своей территории. Я достигла того возраста, когда хочется быть большим ребенком, опекаемым и любимым. А пришли к другому ребенку. Он явно ребенок. И я думаю, что при хорошем, так сказать, уходе... И воспитании. И воспитании он станет... Нет, никогда. Ну что вы. Но с ним, во всяком случае, будет не скучно. Это да. А нам не будет скучно, если вы покажете сюрприз, который приготовили. Пожалуйста, проходите. Сюрприз. Пора. Пора уже прям выстрел делать. Пенальти. Пенальный пенальти. Алик, кроме того, что я занимаюсь бизнесом, я очень люблю рукоделие. И поскольку вас тут кормили, поили, я решила вас одеть. И причем одеть не просто так. Я связала собственными руками шарфик беленький, чтобы он подходил, как к любым вашим нарядам. И сейчас я хочу вам его подарить. И с помощью этого шарфика вы можете принять любой артистический образ. Например, вы можете стать на время Остапом Бендером. Смотрите, как. Бендюжником. Можете стать английским джентльменом. А можете быть настоящим тарзаном. Или шотландцем. Как вам? Можно, да. Давайте попробуем вокруг пояса. Но кем бы вы ни были, вы будете всегда знать, что тепло моего сердца и моих рук находится с вами. Оно будет вас оберегать во всех ваших начинаниях. Спасибо, вы замечательные. Вы узнаете буквально через пять минут, кого выбрал Алик. А пока подождите в своей комнате. Спасибо вам, девчонки. Александр и Татьяна. Очень хорошая девушка. Наш человек. И несмотря на то, что Екатерина сказала, что ей хочется быть ребенком, я думаю, что она как раз созрела для того, чтобы быть мамочкой. И не только для собственных детей, но и для Алика тоже мамочкой. Невеста хороша. Приданная о какое. Ташу, не кабиньтесь. Хорошая невеста. Понравился он тебе? Да, симпатичный. Василиса. Но вы такой жених, как я аптекарь, наверное. Потому что жениться вы явно не собираетесь. И я не вижу серьезного отношения к невестам. Но правда Екатерина тоже как мячик по жизни проскакала в студии. Вот каким-то легким нравом поразила нас. На самом деле сама по себе совсем не такой легкий человек. Мне кажется, что она была слишком требовательна к своим мужчинам. И в 37 лет требований хочу быть, чтобы меня ласкали и опекались. Потому что что с тобой делали до этого, если ты всех бросала? Наверное, мужчины как-то уделяли внимание. То есть по сути ни с кем не было серьезных отношений. Не те были, не те были мужчины. Александр и Татьяна, вот познакомились с тремя девушками, с двумя, потому что с одной из них вы были знакомы. Вот кого-то видите рядом с Аликом, нет? Саша. Ну, мне кажется, это либо Анна, потому что она может покормить хорошо Алика. Либо Виктория, потому что они два таких ярких человека, может что-то получится. Ну как? Как твое впечатление? Ну, не знаю, это не мой тип. Нарцисс, павлин. Как я говорила с самого начала, Алику нужна девушка, которая его будет обволакивать, воспитывать, строить. И у Виктории уже даже инструмент есть. Не поздно сороковник на носу воспитывать. Дело в том, что когда Алик увидел Викторию и просто растекся по лавочке и стал как котенок, я увидела, что в данном случае не поздно. Ну что, друзья, мне кажется, пора брать. Тебе понравилось вам? Очень. Я бы всех троих, естественно, взял, как султан, но закон нашей Российской Федерации не позволяет Маше. Не Маша, Лиза меня зовут. Лиза, простите, пожалуйста, контузия. Роза. Вот по вашей жене будет судить о вас. Какой вы человек? Вот мне кажется, что именно Виктория даст возможность видеть вас человеком более глубоким, воином, как я уже сказала. Мне он нравится давно уже. Давно. Просто мне не решалось ему об этом сказать. Сегодня самый удобный случай. Настал момент. Если все-таки то, что я прочитала в сценарии из ваших требований, которые казались достаточно серьезными, это искренне, то я бы советовала идти к Екатерине. Ну, как свои расценивать шансы? Придет он сюда, нет? Я, честно говоря, сомневаюсь, на самом деле, что он придет. Да ладно. Мне показалось, что я ему не очень так как-то понравилась. Но если из того, что я видела в гороскопе, все правда, а именно о том, что вы сами в себе не уверенный человек, что вы не раскрываетесь до конца никогда, то я думаю, что пока еще нужно работать, наверное, над собой. Поэтому вы слушайте свое сердце. Идите в ту комнату, где вас ждет невеста. Мы вас поддержим в любом случае. Послушать женщину, но сделать по-своему. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС с их номером по телефону 4-4. Олеся, 29 лет, номер 1048. Менеджер в строительной компании. Мечтает о фирме по экологическому туризму. Ищет выносливого мужчину с активной жизненной позицией. Екатерина, 27 лет, номер 1051. Филолог и журналист. Мечтает освоить все виды серфинга. Будет рада, если ее учителем станет спортивный и трезвомыслящий молодой человек. Мы не знаем, выйдет Алик один или в сопровождении избранницы. Я приглашаю всех выйти и поддержать Алика. Ну какие вы красивые! Подходите ко мне! Смотри, все-таки Вика пошла за Аликом. Это не Титане. Это радует, что ты не к себе перетянул. А мы вас сжигали! Ты мне нравишься, ты мне нравишься, ты мне тоже очень нравишься. Выбери меня, выбери ее, только я, я, я. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Теперь ты мой, теперь ты ее. У нас есть пара Алик и Виктория. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожениться. Спасибо вам, удачи.